Вьетнамский государственный телевидение Павильон Республики Беларусь на международной торговой ярмарке Вьетнам Экспорт-212 Фестиваль Хуэ-212, недавно прошедший в Хуэ, стал культурным событием международного масштаба А сейчас об этих и других новостях подробнее 6 по 11 апреля корабли Тихоокеанского военно-морского флота России прибыли в Вьетнам в Порт Сайгон с дружественным визитом В состав кораблей входит тяжелый противолодочный корабль, танкер и буксир под командованием Ахмерова Лидара Фердинандовича В ходе визита командир корабля и офицеры возложили венки к памятнику Хошимина Затем прошла встреча с руководителями города Хошимина, главным командованием 7-й военной зоны 2-го региона военно-морских сил Вьетнама Прошли спортивные соревнования между российскими и вьетнамскими военными моряками Также русские моряки посетили исторические и культурные достопримечательности города Хошимина Это второй визит военно-морского флота России в город Хошимин с 2001 года Российская нефтяная компания «Газпром» примет участие в проекте вьетнамской корпорации «Петро-Вьетнам» по добыче газа на двух месторождениях 5.2 и 5.3 в Южно-Китайском море Запасы двух месторождений оцениваются приблизительно в 55,6 кубометров природного газа и 25 миллионов тонн конденсатного газа Это соглашение было подписано 5 апреля в Ханой в рамках рабочего визита во Вьетнам генерального директора «Газпрома» Алексея Миллера Согласно заявлению нефтяной компании «Газпром», компания «Газпром Интернешнл» это дочерняя компания «Газпрома» Ей принадлежит 49% акций в данном проекте по добыче газа на двух месторождениях континентального шельфа Вьетнама Согласно договору добычи газа на двух месторождениях «Хайтхань» и «Моктин» на континентальном шельфе Вьетнама может начаться уже в декабре этого года Также в рамках данного визита президент Ченг Тангшан принял генерального директора нефтяной компании «Газпром» Высоко оценивая нефтегазовое сотрудничество между Вьетнамом и Россией президент подчеркнул, что Вьетнам всегда создает всевозможные благоприятные условия для укрепления сотрудничества в нефтегазовой сфере между двумя странами Недавно в Москве был подписан договор о подготовке кадров между Российским государственным университетом нефти и газа имени Губкина и Вьетнамским институтом нефти и газа Согласно подписанному соглашению, университет имени Губкина поможет своему вьетнамскому партнеру в подготовке кадров В частности, предоставит документы и профессиональные пособия для повышения квалификации работников в нефтегазовой отрасли Вьетнама Стороны также разработают и будут развивать совместные программы по подготовке кадров, чтобы повысить профессиональный уровень сотрудников Вьетнамского института нефти и газа Наряду с этим два вуза будут сотрудничать в проведении научно-исследовательских работ Сформирует совместный орган по решению вопросов, представляющих взаимный интерес Кроме этого, совместный орган будет проводить семинары и профессиональные конференции а также отвечать за обмен сожировок и делегациями ученых Российский государственный университет нефти и газа имени Губкина имеет почти 80-летнюю историю Им были подготовлены десятки высококвалифицированных работников и специалистов нефтегазовой отрасли Вьетнама Этот университет был удостоен вьетнамским орданам дружбы и орданам труда третьей степени В настоящее время здесь обучаются 57 вьетнамских студентов, стажеров и аспирантов Согласно программе научно-технического сотрудничества между двумя странами через несколько лет в небе Вьетнама появится беспилотный самолет русских конструкторов Эта информация размещена на сайте газеты «Голос России» По мнению эксперта Константина Макиенко заместителя директора Центра анализа стратегий и технологий России во Вьетнаме в основном холмическая местность поэтому страна особенно заинтересована в беспилотных самолетах которые могут взлетать и совершать посадку практически в любом месте Русские специалисты разработают для Вьетнама беспилотный самолет легкого типа для гражданских целей В будущем Россия поможет создавать самолеты такого типа во Вьетнаме С 4 по 7 апреля в Ханой проходила 22-я международная торговая ярмарка «Вьетнам Экспорт-212» на которой был размешал и павильон Республики Беларусь Вот уже в шестой раз белорусские государственные предприятия принимают участие во Вьетнамской выставке Новые научные изобретения, технологии, а также продукты, ориентированные на экспорт были представлены в сценах более 50 белорусских компаний и предприятий Министерства тяжелой промышленности, Национального комитета по науке и технологиям, Белорусской академии наук, Государственной нефтехимической корпорации «Белнефтехим», пешевой промышленности «Белгичпипчепром». Во время проведения выставки состояли деловые встречи и переговоры между белорусскими и вьетнамскими бизнесменами При входе на вьетнамскую международную торговую ярмарку «Вьетнам-экспо-2012» посетителей сразу привлекает внимание выставка на открытом воздухе, где стоят модели тракторов, произведенные в Минске Уже 50 лет разработчики этого знаменитого трактора присутствуют на вьетнамском рынке Здесь они нашли себе постоянных покупателей И на этот раз Союз производителей тракторов из Минска участвует на этом мероприятии чтобы еще раз показать свой интерес к вьетнамскому рынку а также представить вьетнамским потребителям новые разработки Вьетнамский цен и патруль производителей Вьетнамский рынок и как-то вьетнам Tuskegee И это ценят성을 имущества На этой выставке представлено многоinspiration или продукция Но также нам представлен трактор с новым двигателем уровня Евро-4. Для Вьетнама это еще не так актуально, но я думаю, что эта проблема важна для любой страны, чтобы защищать экологию, чтобы заботиться не только о выращивании продукции, но и забота о окружающей среде, о экологии. Это более надежная, более совершенная техника. Мы надеемся, что она найдет своих потребителей среди вьетнамских партнеров. Кроме Минска по производству машиностроительной техники, также на ярмарке Вьетнам Экспо-2012 присутствовали такие знаменитые марки, как БелАЗ, МАЗ, МТЗ и Бельщина. Делегация белорусских компаний, участвующих на ярмарке, представила на выставке самые разнообразные разработки на 20 выставочных площадках, которые привлекли внимание самых разных посетителей. Выставочным стендом, привлекшим самое большое количество посетителей, стал стенд, где были представлены разнообразные кондитерские изделия, виды алкоголя и сухофрукты из Белоруссии. Особенность была в том, что все продукты генетически не изменены. Перспективные покупатели этой отрасли – это торговцы оптом, в розницу и обычные вьетнамские потребители. Мы были здесь, на вьетнамском рынке, уже мы приезжали на выставку 4 месяца назад. Мы увидели, какой высокий спрос на наши продукты, какой большой интерес, и сколько у нас много точек соприкосновения, может быть, с вьетнамскими партнерами. Именно поэтому через 4 месяца мы сюда вернулись, для того, чтобы все договоренности, которые были 4 месяца назад, чтобы как-то их уже реализовать более практично, на практике. В этот раз, кроме продукции машиностроения, нефтехимической промышленности и продовольствия, посетители выставки Белоруссии также смогли узнать о 40-ка белорусских проектах и продукциях разных отраслей, таких как химическая, медицинская, строительная, инновационно-технологическая и других модернизированных технологиях в производстве. Все экспонаты были привезены научно-исследовательскими институтами, базами производства при Академии наук Белоруссии и другими профессиональными учебными заведениями в целях укрепления и налаживания тесных контактов с Вьетнамом. Мы работаем уже на протяжении более пяти лет с вьетнамскими организациями. В первую очередь это государственные организации, в том числе Министерство обороны. Мы внедряем разработки новых материалов в области фрикционных изделий, в том числе на автомобильную и военную технику. Сегодня вьетнамский рынок широко открыт для этих разработок, и многие, не только государственные, но и частные компании, проявляют серьезнейший интерес к таким материалам. Многие проекты и продукты научно-исследовательских институтов Белоруссии смогли привлечь особое внимание вьетнамской стороны, а именно беспилотные летательные аппараты Белорусского физико-технического института, оборудование по производству алмазов или технологии горизонтального литья металла Института технологий металла Белоруссии. Многие вьетнамские эксперты смогли увидеть перспективу сотрудничества с Белоруссией прямо на выставке. Вьетнам Белоруссии Вьетнам Белоруссии Вьетнам Белоруссии Всестороннее сотрудничество, взаимное доверие с таким девизом прилетели наши соратники из далекой страны Белоруссии, затратив на дорогу 25 часов для наведения мостов сотрудничества с Вьетнамом. Руководство Белоруссии в данное время особо интересуется развитием сотрудничества с Вьетнамом, поэтому вьетнам-экспо-2012 есть шанс представить всем желающим в Республику Беларусь, как сильное государство с активной экономикой, с хорошими условиями для бизнеса, с большим потенциалом человеческих ресурсов в промышленности. Для белорусского бизнеса Вьетнам-экспо-2012 представляет собой международную ярмарку, участие в которой вызывает большой интерес. С каждым годом количество желающих участвовать в выставке увеличивается. Белорусские компании приезжают с целью поиска партнеров, проведения переговоров, установления двусторонних отношений и развития международного сотрудничества. Я хотел бы отметить, что Вьетнам является важнейшим стратегическим партнером Юго-Восточной Азии. Появление Белоруссии на выставке не случайно, потому что в прошлом году был визит премьер-министра Республики Беларусь, подписаны очень важные двусторонние документы и достигнутой договоренности, в том, что мы будем идти навстречу друг другу, мы будем развивать торгово-экономическое сотрудничество, мы будем развивать промышленную кооперацию, показывать наши возможности. И вот это участие широкомасштабно, я бы сказал, в белорусских предприятиях и организациях в этой выставке, это для того, чтобы показать возможности Беларуси в нескольких сферах промышленного производства, производства продовольствия и особенно науки. Мы участвуем в Экспо-Вьетнам в Ханое уже в четвертый раз. Два раза мы принимали участие в аналогичной выставке в Хашимине. То есть вы сами понимаете, что Беларусь подает через выставку большое внимание развитию торгово-экономических связей между Республикой Беларусь и Вьетнамом. Половина всех компаний, которые приехали, они уже либо имеют представительство, либо будут представлены на создающемся белорусско-вьетнамском торговом доме. Здесь находилась представительная залегация Министерства торговли Республики Беларусь, которая по поручению премьер-министра Беларуси Несниковича Михаила Владимировича работает по созданию белорусско-вьетнамского торгового дома. По окончанию гермарки Вьетнам-Экспо-2012 представители Беларуси подписали соглашение о научно-техническом сотрудничестве с вьетнамской компанией по использованию геотехнологий в сфере технологий производства твердых материалов. Научно-производственные ассоциации Беларуси и Институт военных технологий Вьетнама также подписали контракт о развитии технологий взрывного демонтажа строительных конструкций, разработанных белорусскими экспертами. 7 апреля состоялась торжественная церемония открытия фестиваля Хуэ-212 в городе Хуэ центрального Вьетнама. Это грандиозные культурные мероприятия международного уровня, которые проводятся во Вьетнаме раз в два года целью популяризации объектов культурного наследия цитадели Хуэ. В этом году фестивал Хуэ проходил под девизом «Культурное наследие в условиях глобализации и развития – знакомство с историческими городами». На фестиваль приехали около 40 художественных коллективов из 27 стран, в том числе из России. Участники и гости фестиваля остались по впечатлениям от исторических реконструкций праздничных ритуалов императорского запретного города и представления уникальных народных празднеств. Наш следующий сюжет расскажет вам о наиболее ярких мероприятиях фестиваля Хуэ-212. Церемония открытия фестиваля Хуэ 2012 года состоялась во вьетнамских национальных традициях у стен бывшей царской цитадели в городе Хуэ. Сценарий блестящей программы основывался на воспевании культурных ценностей Вьетнама и слиянии культур разных стран мира. Наряду с художественной программой, рассказывающей о традиционной культуре вьетнамского народа и национальной сплоченности, было организовано шикарное шоу фейерверков и занимательная огненная постановка в исполнении французского коллектива «Карабос» под руководством французского режиссера-постановщика Пьера Алина Хьюберта. Церемония жертвоприношения в специальном месте ритуальных жертвоприношений «Намжал» стала одним из главных мероприятий фестиваля Хуэ-2012. При авторитарном режиме этот обряд был самым важным.